Общение в интернете лучше, чем общение в реальной жизни? Нет. Почему? Личный фактор, он имеет огромное значение. Даже бывает, что ты с человеком переписываешься, и у вас там, не знаю, переписка Татьяны Лариной с Онегином, да, и всё такое задушевное, и всё так классно, и дети у вас уже родились там, да, и вы перенеслись на 20 лет вперёд, а потом встречаешься с человеком и думаешь, да. Как же я так ошиблась-то? Что-то, да, неувязочка, а ошибочка вышла. Но, как правило, я не говорю, что это негативный опыт, да, каждому своё, каждому своё. У тебя много знакомых в интернете живёт? Все. Вот так? Все. Наверное, человека три, которые категорично есть у меня, это очень деловые люди, которые говорят так, «Общение в интернете – это для неудачников». А я такой преуспевающий чел. Ну, это я их цитирую, это не для меня. Что есть таким людям ответить? Что есть? Обычно я не спорю. Ну да, каждому своё. Да, каждому своё, потому что если человек так считает, если он так делает, значит, это максимально удобно и максимально приемлемо исключительно для него. А навязывать свою точку зрения и говорить, «Да нет, ты что, там столько жён понаходили, да, а ты до сих пор холост». Ну, они считают по-другому, думают. Я немножко процитирую наших пользователей, которые отвечали на наш вопрос, действительно ли приемлемо общение в интернете. Очень часто пишут люди о том, что всё зависит от самих общающихся. Вот одна девушка вспомнила, что во время доисторического материализма интернета не было, но были объявления. Вот мы с мужем нашли друг друга через объявление. Ну, тоже, в общем-то, такой способ общения. Но, извини, что я тебя перебью, когда включаешь телевизор и видишь рекламу, я не помню, по какому каналу там Галина, 43 года, внимательная, душевная, хороша собой, ищет. Ну, не знаю. Или там Александр, 23 года, красивый, умный, интеллигентный. Думаешь, ну, неужели всё так плохо? Если ты такой красивый, замечательный, почему ты не знакомишься в реальной. Да, и вот, ну, опять же, через телеобъявление, да. Ну, не знаю, я почему-то вот к этому отношусь смешно. Хотя это практически на одном уровне, как общение, наверное, в интернете. Там тоже люди создают свою анкету, дают объявление, пишут, какая я, какой ты. И по анкете ты определяешь, ну, отбираешь просто кандидатов, с которыми ты готова общаться. Ну, вот ещё есть сейчас очень мобильные операторы различные, предлагают, опять-таки, такие смс-чаты, да, то есть ты, есть какая-то тоже минимальная анкета, ты регистрируешься где-то, и тебе отвечают люди. Может быть, там разные, может быть, ты с одним человеком общаешься всё время. Ты не пробовала такой способ общения? Нет. А хотелось бы? Наверное, нет. Мне кажется, что, ну, лично у меня общения, ну, более чем достаточно. Может быть, когда-нибудь к этому приду, да, и что в мобильном буду сидеть, чатиться, но пока ещё не приходилось, и мысли об этом ещё не возникало. Может, и не возникнет вообще. И ты знаешь, вот по моим наблюдениям, сейчас очень популярно стало знакомиться изначально, например, на том же самом Фейсбуке, да, будем считать, что одна из наиболее популярных сетей в Беларуси, люди знакомятся в Фейсбуке, общаются, и только потом уже переходят в Реал, и они вот какие-то такие вот, может быть, фразочки, может быть, цитаточки какие-то вот из своего общения в Фейсбуке, и они переносят в реальную жизнь. То есть это как-то вот людей уже изначально настраивает на одну волну, да, то есть человек понимает, что можно ожидать от этого человека, и тогда уже общение строится легче. Конечно. Действительно так? Естественно, согласна полностью. Ну, хорошо, у нас уже, к сожалению, заканчивается время общения с тобой. Может быть, ты дала бы какие-нибудь советы людям, которые общаются в интернете? О чем нужно помнить, что нужно делать, как правильно общаться в интернете? Как нужно общаться в интернете? Нужно общаться так в интернете, чтобы ты сам в первую очередь от этого общения получал удовольствие и дарил минуты радости самому собеседнику. По крайней мере, чтобы у обратной связи, да, с девушкой там или с молодым человеком, с которым ты проводишь общение, чатишься, ну, не возникло негатива после общения с тобой. Это самое главное. Да, вот у нас как раз в предыдущем часу был психолог, который сказал, что уважение должно быть и в реальной жизни, в реальном общении, и в интернете тоже. В интернете, безусловно. Ну что ж, поговорили мы об интернете, поговорили мы с Инной. Пользуйтесь интернетом, общайтесь на нашем сайте. У нас же есть социальная сеть, я тут. Нет там тебя еще? Нет. Заводи свой аккаунт, там действительно очень интересные люди находятся. Общайтесь в интернете, но не забывайте, что общение в реале – это интереснее. Хотя, конечно, каждому своем. Спасибо большое, что ты нашла время, пришла к нам в студию пообщаться. Я, Марина Шкеленок, прощаюсь с вами до завтра. Буквально через полчаса выйдет в эфир очередная программа «Формула успеха», которую ведут мои коллеги Андрей Каравайко и Диана Комныч. В 14 часов очередная программа «Народное эхо» с Анной Григорян. Узнаем о том, какие новости волновали вас на прошлой неделе. Я прощаюсь с вами до завтра. В 9.20 завтра выйдет очередная программа «Ради блога». Так что увидимся там. Счастливо.